Всем привет! Поступил на ремонт китайский лодочный мотор C-PRO 9.9. Для начала краткая информация об этом моторе, потому что модель довольно интересная, а далее уже будем разбираться с поломкой. Многие знают, что китайские моторы 9.9 скопированы с Yamaha в основном. Вес моторов Yamaha на бумаге 36 килограмм, а на деле на самом деле примерно 38-39. И соответственно вес китайского мотора аналогичен Yamaha. Один китайский завод решил придумать копию Yamaha 9.9, но с меньшим весом, облегченную. Они взяли двигатель от мотора Yamaha 15, взяли подвеску и поворотный механизм от Yamaha 8 и взяли редуктор от четырехтактового мотора Yamaha 9.9, причем той модели, которая не раздушивается до 15 сил. Модель 6.8.9.9. Нога этого лодочного мотора это собственная китайская разработка. То есть нижняя часть переходит на редуктор 9.9, сбоку это Yamaha 8, а сверху это Yamaha 15. И со всеми этими модернизациями реальный вес мотора теперь 34 килограмма. Модель называется T9.9S. Но с этим модельным рядом у C-Pro конечно можно запутаться, потому что есть мотор C-Pro 9.9, который был сделан на базе Yamaha 8. Увеличив объем цилиндров они сделали мощность 9 лошадиных сил. Это совсем другой мотор. Остался также в продаже обычный мотор, который скопирован с Yamaha 9.9, не облегченный. Он называется C-Pro 9.9 OTH. Защелка закрытия колпака, как на моторах Suzuki, как на четырехтактных Yamaha. Колпак собственного производства, который отличается от всех других своей формой. Владелец сказал, что этот мотор идет наравне с другим обычным китайским мотором, скопированным с Yamaha, не облегченным. Данную модель к нам привозят первый раз. До этого ни разу ее к нам не привозили, ни на обслуживание, ни на ремонт. Поэтому мы не можем с точностью сказать, насколько она надежна, ломаются ли редуктора, ноги. Но в целом, если смотреть на статистику, то моторы ходят и проблем с ними особых нет. Теперь о том, по какой причине к нам приехал этот мотор. Головка блока цилиндров изменила свой цвет. Сразу видно, что был перегрев. Владелец сказал, что контролька начала работать как-то неправильно, с перерывами, с перебоями. Мотор стал постепенно терять мощность и в итоге совсем мощность потерял. И стал плохо запускаться. Я думаю, что это прогорела прокладка под головкой блока цилиндров. Мы не будем запускать мотор, потому что в этом нет смысла. Двигатель будет работать на одном цилиндре. Мы будем сразу снимать головку блока, но перед этим замерим компрессию. Далее будем снимать редуктор, чтобы посмотреть состояние водяной помпы. Все-таки нужно понять, по какой причине этот мотор начал перегреваться. А следствие перегрева это как раз пробитая прокладка. Но маловероятно также, что это заводской брак. Кстати, двигатель 2017 года и по заявлению владельца он ходил очень мало. На верхнем цилиндре компрессии маловато. 3,5 кг на сантиметр квадрат. Как раз там, где потемневшие места. На нижнем цилиндре компрессия 10,5 кг. И мы видим прогоревшую прокладку как раз на верхнем цилиндре, а здесь вода. Прокладка здесь самая обычная, с Ямахи 15. В системе охлаждения установлен термостат. Не знаю, это владелец установил или с завода поставили. Это канал для слива воды и здесь песок. Но это не влияло на охлаждение. Сливу воды это работать совсем не мешало. Сразу снимем редуктор, чтобы посмотреть состояние крыльчатки, помпы. И владелец приедет, чтобы посмотреть, что случилось с его мотором. Для снятия редуктора здесь все то же самое, как на всех моторах. Сначала откручиваем муфту на тяге и переключение передач. Откручиваем 4 болта крепления редуктора. 2 с этой стороны и 2 с другой стороны. При принятии данного мотора на ремонт, я сразу обратил внимание, что отсутствует 4 болт крепления редуктора. Болтов всего 3. Куда делся 4 болт, владелец на мой вопрос ответить не смог. Либо болт выкрутился во время движения, что в принципе возможно на китайском моторе. Либо его на заводе забыли поставить, либо кто-то его уже выкрутил. Мы его, конечно, поставим. Уплотнительная резинка осталась на трубке охлаждения. Вот такой редуктор. Он отличается от редуктора, который на Yamaha 9915 на двухтактной. Водяная помпа в хорошем состоянии. Канал для забора воды не забит. Пружина сальника заржавела. Шпонка крыльчатки не заржавела. Но перегрев еще мог быть из-за заклинившего термостата. Сейчас мы его проверим. Даем ее. Попили чайку, пора за работу. Проверяем термостат в горячей воде. Опускаем его. И он должен открыться. Термостат оказался нерабочий. Вот и причина перегрева. Установили редуктор. В редукторе, кстати, масло без воды. Но оно уже отработанное и требует замены. Обнаружился такой интересный факт. Анод на редукторе, который должен защищать лодочный мотор от коррозии, на заводе закрашен. А ведь закрашивать аноды вообще нельзя. Иначе они перестают работать. Очистили поверхности от старой прокладки. Гильзы не пострадали. Только на верхнем цилиндре небольшие следы от коррозии. Но это абсолютно не критично. Будет работать вообще без проблем. Головку блока цилиндров мы шлифанули, так как ее повело от перегрева. И устанавливаем самую обычную ямаховскую прокладку новую. Момент затяжки болтов и порядок указан на головке блока. КОНЕЦ головку блока цилиндров установили затянули нужным моментом и владелец попросил установить сюда новый термостат взамен неисправного вот новый термостат мы его опускаем воду и при температуре воды 50 градусов он обязан открыться прокладка крышки термостата осталась целая поэтому можно сэкономить 200 рублей и оставить эту прокладку она будет работать такая проблема заклинившим термостатом может случиться абсолютно на любом лодочном моторе не обязательно на китайском бывает и на японском все резьбы смазываем консистентной смазкой для того чтобы в дальнейшем был беспроблемный доступ к термостату чтобы резьбы как можно меньше закисали спрашивайте в комментариях какой консистентной смазкой мы пользуемся на этой облегченной модели нет отверстий из которых идет вода после открытия термостата как это сделано на yamaha или на китайских копиях yamaha а все потому что изменена конструкция дейдвуда и китайцы просто не стали с этим заморачиваться к тому же на этом редукторе от 4 тактного мотора эти отверстия и не предусмотрены у этого мотора есть еще одна маленькая проблема на нейтральной передаче мотор не поднимается при включении передачи вперед мотор поднимается то есть начинает работать система для того чтобы при ударе на препятствие мотор подкидывала но на нейтрале эта система блокирует мотор и владелец просил с этим разобраться чтобы на нейтральной передаче мы могли поднимать мотор как мы уже упоминали ранее это место аналогичное yamaha 8 даже ручку для переноски мотора скопировали с восьмерки и присутствует также пластмассовая деталь как на yamaha 8 которая двигаясь на тяги переключения передач воздействует на этот фиксатор при включении задней передачи мотор должен блокироваться чтобы его не подкидывала при включении нейтральной передачи фиксатор поднимается но здесь он все равно остается заблокированным а при включении передачи вперед мотор полностью разблокирован но здесь это все равно работает некорректно не так оно должно работать на yamaha все иначе в общем нам нужно снять эту пластмассовую деталь для этого снимаем стопорное колечко и вынимаем эту ось на которой эта деталь находится снял стопорное кольцо вынимаем отсюда эту ось и вынимаем пластмассовую деталь которая является слабым местом yamaha 8 хоть эта деталь и является довольно точной копией той детали которая на yamaha 8 она лежит рядом все равно есть какие-то изменения в конструкцию и механизм работает некорректно если бы китайцы сделали эту деталь из алюминия они из пластика мы могли бы наварить там где нам нужно но к сожалению китайцы не стали вносить никакие изменения в общем что нужно сделать снял фиксатор нужно этот прямой угол сделать более тупым то есть вот эту пластинку отодвинуть туда вот так немного подогнул но возможно переборщил все отлично все работает как положено уже на месте немного подогнул подрегулировал и вот как оно должно работать передача вперед мотор при наезде на препятствие подкидывает нейтраль при необходимости мотор можно поднять задняя передача мотор зафиксировался и не поднимается именно так должно быть сделано с завода люфт румпеля лечится подтягиванием самоконтрящейся гайки либо если это не помогло установкой шайбы дополнительной но для этого придется эту шайбу продевать через тросики то есть снимать их а это уже посложнее в описании к этому видео оставляем каталог запчастей для этого мотора чтобы помочь вам найти необходимые запчасти там есть как китайские каталожные номера так и оригинальные ямаховские которые подойдут запускаем мотор работает нормально при добавлении газа отсюда брызгает вода на ямахе такого нет добавляем а нам а у а работает все в порядке вот такое интересное кино владельцы лодочных моторов все про 99 с напишите свое мнение об этом моторе поделитесь с нами всем пока